Особое мнение на 101FM Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А напротив меня первый секретарь Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев, руководитель фракции КПРФ в областном ЗАГС-собрании и советник Геннадий Зюганов. Добрый день. Добрый день, Сергей Павлинович. Илья Шульгин ушел. С одной стороны, ушел он, и тема, казалось бы, уже уходит. Но в то же время все мы ждем, что появится кто-то новый. И вот в первую очередь я хочу с вами это обсудить. Но, тем не менее, один шажочек назад. И все-таки давайте с вами оценим результат работы Шульгина. Здесь вообще хорошо это или плохо для города, что он ушел, или, в принципе, ничего у нас и не поменяется, как считают многие? Я думаю, что многие считают правильно, ничего не поменяется, если сегодня не назначить на данную должность грамотного управленца, человека, который понимает в управлении, который болеет за город, который может ставить правильные управленческие решения, принимать и задачи ставить, как говорится, и добиваться выполнения этих задач. Поэтому у Ильи Шульгина что-то немного и получалось, но в то же время много экспериментировал. И на мелочах вроде бы, как говорится, некоторые вопросы, они возникали не мелочными, а огромными проблемами, становились на территории города Кирова. И, как говорится, были выражены во многих, я бы так сказал, негативных последствиях, особенно по благоустройству города Кирова, особенно, так сказать, других вопросов, которые сегодня очень актуальны на территории нашего города. Многие вопросы, которые можно решать с учетом того бюджета, который город имеет, но они не решаются. Они даже порой не обсуждаются и не ложатся, по сути дела, в управленческий стиль этого бывшего, так сказать, главы города. А почему, Сергей Павлинович, многие говорят, что не удалось? А почему? Потому что нет человек, который, в общем-то, в управлении оказался новичком, с моей точки зрения. Поэтому ведь таким сегодня огромным городом надо в определенной степени знать этот город, в определенной степени надо ставить точные задачи и спрос должен быть. Но у нас сегодня двоевластие в городе. Вот есть эта сама Ковалева. Она бы должна... Это контрольная функция ее, по сути дела, но ее не видно. Она сама, как говорится, в хозяйственных вопросах не дока. Почему? Потому что всю жизнь занималась финансами. А если посмотреть, как занималась финансами на протяжении двух-пяти леток, то область зашла, по сути дела, в долговую яму упала. Но одной ли Ковалевой это... Ну, это непосредственно. Сегодня, по сути дела, по тому уставу, который в городе Кирове принят, то она является высшим должностным лицом. Как сегодня разделена власть, допустим, между губернатором и представителем правительства, так же и в городе. Но ведь люди сегодня, которые пришли в управление, они должны понимать, у нас же город разделен на районы. Почему же вы не спрашиваете с руководителей районов, не даете им определенные, так сказать, расширенные полномочия, как это было до реформы, в общем-то, 131-го закона? Они где-то в тени, даже имена многих вряд ли кому-то известны. Безусловно. Конечно, они же в тени. Они, по сути дела, ни за что не отвечают. А если ты в районе не хозяин, то, естественно, те, что скажут, ты то и делаешь. А инициативу свою, так сказать, проявить не те люди, которые, в общем-то, приходят. Они подбирают людей, которые, в общем-то, смотрят в рот, как говорят в народе, о активности в управлении, решении хозяйственных вопросов. О них, по сути дела, нет сегодня. Возьмите любой из районов города Кирова. Любой из районов. Если взяли сегодня того же Плехова из Нововязка. Ну, Плехова-то все знали. Да. Второй на своем месте. Ничего не изменилось, что он первый заместитель. Первый заместитель функционал большой. Работай, наводи порядок. Но этого не происходит. Почему не происходит? Я сегодня уже вам, по сути дела, ответил. Немал ли срок еще, чтобы оценивать? А? Немал ли срок, чтобы оценивать? Нет. Он же работал и главой администрации, помните? Он же работал. Потом его перевели, так сказать, на Нововязкий район. Вот. Там он работал долгое время. Как сегодня Нововязк? Ну, Нововязк вроде более-менее почище, чем, допустим, другие районы. Но в то же время и там проблем много. Чего ж ты тогда, если ты на это самое сегодня данные функции исполняешь, принимай решения. Те же самые сегодня управляющие компании развели. Аж 80. И они, как однодневки, год отработали, деньги собрали. И потом, как говорится, новую аббревиатуру вешают. Правильно? Ну, к благоустройству вернемся еще. А давайте сейчас все-таки о той самой должности сети-менеджера. Вы сказали, что на месте на этом должен быть профессионал. Человек может быть местный. И с опытом определенным. На ваш взгляд, кто достоин эту должность занимать? Это первый вопрос. И второй, вот кто, судя по ситуации, все-таки на этой должности окажется? Есть ли у вас какие-то предположения? Ну, предположения, которые в средствах массовой информации. Я начну с последнего вашего, так сказать, предложения. Сегодня в средствах массовой информации, по сути дела, там три кандидатуры были обозначены. Вот эти три кандидатуры, они вот для меня, по сути дела, они не являются теми хозяйствующими управленцами. Ну, это Осипов, это Царегородцев и бывший... Сушенка. Да, да, да. Вот. Руководитель центрального рынка. А, нет. Нет, нет. Поэтому вот эти три фамилии были названы. И я убежден, что вот сегодня из этих трех фамилий кто-то будет, так сказать, назначен на сети менеджера, как называют сегодня, американским, так сказать, термином. Но на главу администрации города Кирова. Поэтому я не думаю, что эти люди сегодня способны в оперативном плане навести определенный порядок. Они будут лоббировать интересы определенных кругов. И также точно такая же ситуация даже может быть и хуже, чем, допустим, с Ильей Шульгином. А кто, на ваш взгляд, достойный занятий? А кто, на наш взгляд, достойный? Тот человек, который сегодня имеет определенный управленческий опыт, хотя бы начинал, так сказать, с сельского поселения и поруководил районом. Есть какие-то конкретные фамилии? Нет, ну такие фамилии есть, я их не могу озвучить. Они все равно не будут приняты, поэтому зачем озвучивать? А почему не можете озвучить? У нас здесь вот приходят все, и всех спикеров мы просим. Нет, ну, например, если взять нашу партию, то мы сегодня готовы, как говорится, направить на это направление, допустим, того же Виктора Николаевича Женихова. Только пойдет ли он сегодня в ту разруху, которая сегодня есть в городе. Но если будут достойные и, как говорится, хорошие, то есть, вернее, ну да, такой честный конкурс, то, естественно, Виктор Николаевич может сегодня иметь возможность быть руководителем большого города. Он имеет определенный, не определенный, а большой опыт, как государственной службы, так и депутатской деятельности и так далее. И, в принципе, хозяйственник неплохой возглавлял огромное предприятие, либо завод, так называемый, либо, вернее, объединение хлебопродуктов. Поэтому все основания для этого есть у него и все возможности. И еще ряд можно кандидатур назвать, но что от этого изменится? Ничего не изменится. По сути дела все равно, я вам прямо скажу и радиослушателям то же самое, что там кого-то, сказать, на кого карта ляжет, кого скажет правительство, тот и будет сети-менеджером. Это даже тут не обсуждается. То, что там комиссия, я посмотрел состав комиссии от Думы, это, естественно, как скажет правительство Кировской области, или в первую очередь, конечно, слово за губернатором, как за высшим должностным лицом, потому что все-таки столичный город нашей Кировской области. Поэтому здесь взаимоотношения, взаимопонимания и требования губернатора в первую очередь должны быть, так сказать, исходить от него. Поэтому, насколько мне известно, сегодня Городская дума будет переносить сроки, в общем-то, данной процедуры. Да, да, вот этот вопрос я вам задам. Давайте сходим на перерыв на 20 секунд и вернемся с этим вопросом. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня его высказывает лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, начали уже разговор о конкурсе, да, и сегодня появилась информация о том, что, скорее всего, конкурс этот перенесут. Но я хочу вернуться к заседанию Гордумы, к последнему, которое на прошлой неделе было, и там разгорелся, ну, так скажем, спор некий, да, И ваш коллега по партии Алексей Водинцев выступил, возмутился тем, что конкурсная комиссия была утверждена без согласования с фракцией. Безусловно. Вот, ну, я не буду всех перечислять, но вот, в частности, Алексей Овечкин был назначен без согласования с фракцией. Да, но это было сделано колуарно, Мария. Почему? Потому что все равно, так сказать, Алексея Владимировича, та же Ковалева, должна была предупредить, кого вы будете, в общем-то, сегодня в данную комиссию рекомендовать. А взяли и, в общем-то, колуарно этот вопрос решили и поставили перед фактом Алексея Владимировича, что это, конечно, непорядок. И это сегодня нарушение, с моей точки зрения, элементарной этики, элементарных норм сегодня, я бы так сказал, парламентских норм. Ну, это действительно было там, потому что в торопях, как объяснила Елена Васильевна, это делала? Ну, Елена Васильевна много объясняет, но она ничего не делает, я еще раз говорю. Недолго поднять трубку и это самое сказать, и попросить, давайте, вот есть такая ситуация. Почему в законодательном собрании мне регулярно, так сказать, извещение делать, если при Быкове было там, сбои были, но я ему, в принципе, недовольство выражал, и он принимал, соответствующее, так сказать, критику, свой адрес и выполнял это дело. А тут здесь ведь кто-то как Ковалева, она такая же депутат, как тот же самый Алексей Вотинцев. Она единственная сегодня назначена или выбрана, как сегодня говорят, главой из числа депутатского корпуса. Но это не значит, что она не должна сегодня с коллегами проговорить эти вопросы, те, которые, так сказать, она ставит. Вообще с этой комиссией какая-то странная вещь, да, ну тут, значит, в Гордуме разгорелся спор, а вот по части губернатора, он тоже пять человек должен назначить, они вообще до сих пор неизвестны, и как раз вот причиной того, что хотят перенести конкурс, называется то, что комиссия не сформирована до сих пор. Вот мой вопрос к вам, что происходит вообще? Это есть какой-то скрытый здесь повод? Ну здесь ведь еще один, Мария, вопрос, я понял, ваш вопрос, извините, понял ваш вопрос. Почему? Потому что здесь есть скрытые, так сказать, тенденции. В принципе, это номенклатурный человек, который сегодня согласовывается как минимум с Приволжском федеральном округе, то есть полномоченным представителем Приволжского федерального округа. Вот, поэтому я не знаю, я сегодня только могу догадываться, что те кандидатуры, которые предлагались, допустим, в Приволжский федеральный округ, они не были одобрены господином Коваровым своевременно, и поэтому сейчас, наверное, идет определенный подбор этих кандидатур, плюс еще кандидатуры в комиссию, ведь тоже надо это самое людей ставить для того, чтобы они им задачу поставили, какую кандидатуру определили, чтобы они там не шаг вправо, шаг влево, как говорят, расстрел, правильно? То есть они, чтобы были консолидированы с теми людьми, которые сегодня вошли в состав комиссии от Городской думы. Поэтому, ну, этот вопрос сегодня, конечно, он не риторический, но в то же время, значит, есть возможность еще подумать и к губернатору в этом отношении, и подумать, так сказать, о Городской думе. Почему? Потому что в любом случае придется работать с депутатами, придется работать, так сказать, с людьми, и этот человек должен быть уважаемый, известный в городе, а не так, как сегодня, в общем-то, эту чехарду устроили на протяжении определенных лет именно по сити-менеджерам городской администрации, чтобы не было того, что произошло, допустим, с господином Быковым и с теми главами, которые при нем работали. Они тоже, в принципе, исполняли вроде и волю главы города, но доисполняли. Мы с вами сегодня знаем, и, как говорится, и все, по сути дела, вся область, и вся Россия в курсе, до чего-то, так сказать, доуправляли. Поэтому, ну, здесь надо, еще раз хочу подчеркнуть человека, который, чтобы был заинтересован не в своем личном кармане и, так сказать, не красовал со своей должностью, а работал, потому что это власть исполнительная, которая должна работать сегодня на население города Кирова, и чтобы не было таких вот бездарных решений, которые огромные деньги направляли на то, что не нужно сегодня для жителей нашего города. Ну, завозили, например, лед, ну, хорошо завезли, он не тает, это самое, здесь могли его нарезать, и не те деньги огромные, которые бросили, по сути дела, на обустройство в Новый год нашей площади. Вот, поэтому много вопросов. Ну, к льду еще вернемся, Сергей Павлинович, правда, не к тому, что на театралке. По нашему запросу сегодня. Вот, давайте, да, как раз я открыла сейчас вопросы вам, как обычно, Сергей Павлинович, я-то каждую программу говорю, вас просто заваливают всегда слушатели. Спасибо, слушатели. На данный момент пять вопросов, у нас хоть что-то хочется успеть задать, и вот как раз в тему просто мы говорим о Шульгине, и здесь есть один из вопросов. Сейчас я его прочитаю. На сайте КПРФ был опубликован ответ из Генпрокуратуры по вашему запросу, согласно которому Шульгин выкупил квартиру у компании «Железно» лишь после реакции силовиков. Будете ли добиваться уголовного дела в отношении Шульгина, пишет наш слушатель. Ну, безусловно, запрос был направлен в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Насколько мне известно, сегодня Шульгин приглашался уже после этого запроса в следственные органы. Ну, что значит добиваться уголовного дела? Есть ли какая-то правовая оценка уже? Вот я знаю, что направлены сейчас запросы, я так понимаю, в главе региона, да, и в город-администрацию. Да, 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 да. А добиваться уголовного дела? Ну, это уже будут смотреть силовики. Но там есть, Генеральная прокуратура ответила очень чётко. То, что он приобрёл особнячок, так сказать, жил в нём практически больше, чем полгода, а деньги внёс тогда, когда был написан запрос. Как он эти деньги вносил, это я ещё раз говорю, что будут разбираться следственные органы. Мы этот вопрос не сняли из контроля и ведём его на протяжении полугода уже. Но там ведь ещё, по-моему, есть история о доходе, да, трёхлетним? Да, и доходы там, и там есть вопросы к компании «Железно», с учётом определённых, так сказать, моментов, которые, в общем-то, в этом деле высвечены Генеральной прокуратурой. Ну, и надо отдать должность сегодня. И я хочу поблагодарить и областную прокуратуру, что они очень чётко отреагировали и очень грамотно, так сказать, подошли к решению данного вопроса. Вообще на запросы прокуратура Кировской области реагирует очень чётко. И это надо отдать должность всем тем работникам, которые работают сегодня, как в городской прокуратуре, так и на местах, в районах и в областной. Естественно, это зависит от руководства данной структуры. И, с моей точки зрения, руководство, так сказать, выполняет те функции, которые вверены государству. Ну, давайте с Шульгиным тему закроем. Ну, и вот ещё одна реакция, да, тут перейдём плавно к другой теме. Отреагировала Единая Россия на то, что их, значит, коллега-партиец, депутат Яранской городской думы назвал избирателей терпилами. Ну, то есть он написал там небольшой пост в местном паблике в Яранском. Написал, что все яраничьи терпилы, потому что там они могут только писать в пабликах, но почему-то ничего не делают. Вот, и Единая Россия, в частности, ну, вот местное отделение, да, заявили о том, что сегодня будет заседание, на котором поднимут вопрос об исключении его из партии. Вот у меня сразу, ну, с двух сторон вопрос, да, во-первых, как вы поведение депутата оцениваете, именно вот не с точки зрения человека, а с точки зрения того, как, да, как депутат, это политик, по сути дела. Как депутат депутата, да, ну и реакцию партии. Нет, ну, это вырешение, это его мнение, собственно, и с точки зрения существующих реалий. У нас многие, так сказать, сегодня за чертой бедности находят, и он, я думаю, что он имел это в виду, что народ сегодня терпит то безобразие, которое, в общем-то, происходит в нашем регионе, в целом стране. Вот, поэтому, я думаю, так, но за такие вещи, и это его личное мнение, естественно, как говорится, он как депутат, он имеет свое мнение и может его, в общем-то, довести. И обосновывая вот этот, так сказать, поступок этого депутата, единоросса, по сути дела ведь у нас сегодня на территории Кировской области голосовать-то ходит 30% населения. Остальные-то уже не верят в эту власть, поэтому он и, наверное, к этой категории граждан обратился, вот именно с таким, так сказать, подбором. Ну, вопрос о выборе выражений тогда может быть. Да, вопрос, это его мнение, и я думаю, что это, как говорится, он, каждый депутат, каждый человек, это сам гражданин, имеет свое собственное мнение и имеет право на собственное мнение. Потому что собственным мнением сегодня даже у нас законодательство, как уголовное, так и административное, оно сегодня не подпадает. Личное мнение под данные, так сказать, процессуальные документы. Ну, высказывать, наверное, его все-таки по-разному можно, да? Ну, ее по-разному можно понять, да. Я вот так, допустим, вы мне задали вопрос, я его оттрактовал в таком плане. Тогда реакция партии, допустим, как бы КПРФ надо... Ну, а реакция партии, партии надо на что-то реагировать. Почему? Потому что сегодня авторитет Единой России не только в Кировской области. В Кировской области он очень сильно сегодня упал, да его и практически на протяжении определенных лет не было. За счет административного ресурса, почему я вам еще раз хочу и до наших радиослушателей довести. Хороший показатель, когда на выборы народ не идет, правильно? Значит, он не доверяет. А кто ходит? В основном бюджетники, ну, еще часть ветеранов. А бюджетники все заточены, так сказать, под эту партию. Это ни для кого не секрет, а люди в большинстве своем, они, в общем-то, недовольны и на кухнях митингуют. А когда мы проводим митинги, приходят, естественно, власть сегодня, по сути дела, блокирует вот этот доступ, так сказать, к коллективному разуму, к коллективному мнению и так далее. Ну, то есть КПРФ как-то бы по-другому отреагировала на такое высказывание своего коллеги? Безусловно. Я ответил, по-моему, на ваш вопрос очень подробно и думаю, что и те, кто задавал этот вопрос, радиослушатели поймут правильно. Так, к следующей теме тогда переходим. Тоже свежая новость, которая сейчас обсуждается, это строительство, возможное строительство мусоросортировочного комплекса под Кировом, в Лубягино. КПРФ этой темой, я так понимаю, тоже занимается. И вот я открыла ваш сайт и читаю, что вы пишете. Фракция КПРФ в Кировской гордоме выступает за реальное решение мусорной проблемы, но не методом возведения опасных для жизни и здоровья людей, значит, рядом с населёнными пунктами. Совершенно правильно. Значит, фракция восмущена тем, что власти действуют по принципу, чем ближе к городу, тем лучше и так далее. Не буду всё зачитывать. Не, я понимаю, сегодня данный вопрос очень актуальный. Ведь власть, ещё раз хочу подчеркнуть, Мария дорогая, о том, что сегодня власть должна советоваться по Конституции и с народом, прежде чем принять вот какое-то такое важное решение для жителей нашей Кировской области. Нет, ну по Лубягиной, я так понимаю, не собираются советоваться. Во-первых, во-вторых, сегодня Лубягина, это там близ деревень, множество деревень подпадает, так сказать, под эту свалку. Так вы не можете отвезти землю там, где сегодня хотя бы на протяжении 20-30 километров нет населённых пунктов. Ну вот накануне они у нас были, да, представители соседнего здания правительства области. Ну вот кому-то стало очень интересно в этом вопросе поработать, как говорится, и невзирая ни на что сделать те вещи, которые сегодня не сопоставимы со здравым смыслом. Ну вот аргумент правительства сопоставимый, по сути, здравым смыслом. Чем дальше мы будем возить этот мусор, тем, значит, дороже это обойдётся населению. Это чушь. Сегодня есть это самые различные, так сказать, подходы. Вы правильно сказали. Тарифная политика на территории Кировской области бездарная. Я прямо вам говорю. И обращаюсь к губернатору, если он меня слушает сегодня, а может посмотрит, так сказать, в интернете нашу с вами беседу. Обращаюсь к губернатору. Это вот бездарная политика тарифная. У нас самые высокие тарифы на территории Российской Федерации. Посмотрите, чем сегодня народ Кировской области, по сути дела, виноват в том, что он, как говорится, не должен платить тарифы нормальные. Вы постоянно, везде выступая, говорю, и сейчас это озвучиваю. Давайте мы сбалансируем тарифную политику. Давайте мы сегодня, так сказать, посмотрим, выделим цифру дотационную. Но надо сегодня учитывать экологическую составляющую. А для того, чтобы тарифы снизить, надо и сегодня посмотреть, какие деньги заложены в бюджете. Если что говорить, у нас правительство до сего времени приняли бюджет на трехлетку, а стратегии развития нет. То есть не выполняется закон о стратегическом планировании. О чем мы с вами можем это самое говорить сегодня о действующем правительстве Кировской области? Даже элементарных вопросов, функционал-то ихний. Вы тарифнуты политику, посмотрите, почему у нас сегодня самые высокие энергоносители на территории Кировской области по ценам. Вот буквально был неделю назад в Москве, в Московской области, проехал до Снегирей. По сути дела, это управление делами президента Российской Федерации. Я не видел сегодня таких цен на бензин, на соляру, как, как говорится, там район другой, Московской области уже, по сути дела, как сегодня в Кировской области. Чем мы провинились? Чем провинился сегодня народ? Если вы сегодня правительство Кировской области не вникаете в эти вопросы и не решаете их, и не можете их решить, так тогда уходите. Давайте вернемся все-таки к мусоросортировочному комплексу. А мусоросортировочный завод нам необходим сегодня. Он нам необходим. Но я еще раз говорю, что надо не принимать вот тех решений, если уж я вам пример яркий приведу, по городу Советску, когда там тоже решили сделать мусорную свалку, а на подземном озере не прошурфили, не просмотрели, как говорится, что возможно тут этот земельный участок подпадает, не подпадает. Уголовное дело. Кто это подставил? Этого же главу администрации района и главу тогда района. Это же тоже министерство, так сказать, природных ресурсов Кировской области. Они же должны все это сделать, посмотреть, заложить проектно-сметной документации, вот эти вот, так сказать, работы. А они начинают там, люди начали это самое просто возмущение, пошло повальное, особенно в самом городском центре. Так сегодня вы не делайте так, чтобы это возмущение-то людей, так сказать, не доходило до определенного эпогеи. Ну вот у нас осталась с вами прям минутка до рекламы. Давайте подведем итог, да, КПРФ, если я правильно вас слышу, не против. Не против. За всеми руками. Но ведь надо сегодня оценить все вопросы. А есть ли у нас места такие, Сергей Павлинович, где вы как говорите, вот это будет сделано так, что никого из жителей области никак не заденет? Нет, но ведь есть такие у нас места. Если сегодня будет бытовой мусор, если не будут отходы там, допустим, ядерные и так далее, перерабатываться на этом, в общем-то, мусороперерабатывающем заводе. Это просто сортировка. Какие ядерные отходы? В общем-то, защитные меры приняты от воздействия ихних, так сказать, отходов и так далее. То есть, если предприятие построено по всем канонам, то оно может быть и рядом с населенным пунктом? Безусловно. Безусловно, оно реальное. Оно назрело уже давно. Оно назрело просто. Но к этому вопросу, по сути дела, применяют определенные негативные, я бы так сказал, действия управленческих структур исполнительной власти, которые сегодня, ну, просто со здравым смыслом даже никак, в общем-то, не соприкасаются. Поэтому, какое Лубягина? Если там деревня, вот она, в двух километрах, там и так крыс ходит в море. Типа всем канонам построить все равно нет. Безусловно. Нет. Почему? Надо строить. Но надо строить, еще раз говорю, у нас территория огромная, 124 тысячи квадратных километров. Неужели мы не можем, так сказать, сегодня найти место, где это было бы безопасно для окружающих жителей, для жителей в целом Кировской области? Эти вопросы-то должны, так сказать, сегодня быть изучены и научно обоснованы и, как говорится, доведены до населения. Понятна ваша позиция. Уходим на рекламу на две минутки. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, хочу вернуться, у нас совсем немного времени осталось, но все-таки слушатели нам пишут, и хочу задать хоть что-то. Ну, вот, допустим, один из вопросов, будет ли обком КПРФ ставить в предвыборный список за собрание новых ВИПов, типа Сандалова-Чурина, на следующих выборах, или все-таки будут кандидаты от Народа, Женихов, Сазонтова и так далее? И можно еще следующий вопрос, заодно прочитаю, но, наверное, я не знаю, как его воспринять, может быть, как шутку какую-то, или, ну, сами вы отреагируете, да? Надоели со своими чуриными и сандалами, когда коммунизм-то строить начнете? Хороший афоризм и хорошая реплика. То, что касается сегодня списка, да, ненамерены мы ставить, так сказать, ВИПов, вот таких, каких, в общем-то, сегодня имеем. Поэтому есть вопросы и к нам, и к обкому, и ко мне по данному списку, который, в общем-то, сегодня был у нас. Но ведь это принимает решение не Мамаев, это принимает коллегиальное решение, конференция, это практически собирается вся область. Вот. И каждую кандидатуру обсуждает. Каждая кандидатура сегодня отвечает на поставленные вопросы первыми секретарями, членами обкома и так далее. Поэтому, ну, здесь ведь кто не работает, тот не ошибается. Правильно, есть старое русское выражение. Поэтому я бы так вот ответил на ваш постановочный вопрос и, как говорится, хочу эту тему закрыть, так как они сегодня не являются у нас членами партии и членами фракции. Анатолий Осмоловский вопрос нам этот задал, который вы назвали постановочным. Я думаю, нет. Я думаю, что все-таки это реальный слушатель, который нам написал. Написал. Еще одна тема. Хочу просто, времени совсем немножко, хочу успеть еще две темы поднять. Одна из них это новость, которая появилась сегодня. Следком начал проверку по поводу смерти кировчанина, пострадавшего от гололеда. Я хочу вот вернуться как раз, да, к тому разговору о благоустройстве, который мы уже начинали. Как вообще вы оцениваете уборку города? И вот Илья Шульгин, насколько помнится мне, когда пришел сюда, одну из главных задач ставил ее наладить. Вот такое ощущение, что не очень получилось это сделать. Я одним словом вам скажу отвратительной. Тем не менее, вы сюжет смотрели по телевидению ГТРК «Вятка», где губернатор спрашивал за эти вопросы, и после чего он написал соответствующее заявление, не только за эти вопросы. Там много сегодня вопросов к администрации города, именно по благоустройству. Вот. И вы помните, тогда, когда правил городом Быков и тот же Перескоков, сколько у нас было травм от падения сосулек и так далее. Да, годы идут, не меняются. Я ведь еще раз хочу подчеркнуть. Ты глава администрации района. Почему ты сегодня не спрашиваешь всех управляющих компаний? У тебя все есть полномочия для того, чтобы жестко спрашивать за благоустройство. Если она не справляется, лишайте ее, по сути дела, полномочий и прав. И принимайте соответствующее решение. Сегодня в 131 законе, да и в законах, так сказать, Российской Федерации, есть сегодня возможность сделать муниципальное предприятие. Делайте его, спрашивайте, потому что все практические структуры, так называемые управляющие компании, арендуют технику. У муниципалитета же они арендуют. Да ты не можешь это организовать, не можешь определить. Выставляй счет тогда, подумай, у тебя там сидит не одна сотня людей, как говорится, и ты не можешь им нарезать задачи для того, чтобы данные вопросы, как говорится, немедленно решать и не допускать тех случаев, даже смертельных исходов на территории города Кирова. Ведь не только города Кирова, но в целом территории Кировской области. Ведь у нас сегодня демография, вот Путин сказал в своем послании, в основном вопрос-то был из нашей программы, у Владимира Владимировича Путина, это наши вопросы, те, которые мы на протяжении многих лет предлагаем. Сегодня демографическая ситуация на территории Кировской области ужасающая. Если взять прошлый год, 19-й, у нас на погосты ушло 12 тысяч, родилось 7 тысяч, а выехало за пределы, я страшно даже цифру озвучивать, понимаете? То есть народ бежит, а если вы сейчас заедете в район, уже деревень-то нет. Сегодня был релиз, Сергей Павлинович, от правительства 11 тысяч родилось в Кировской области в прошлом году. Это мне не надо, это самое-то сказать. Там они сейчас, зачем Медведев Росстат руководителя сменил? Там более-менее нормальные цифры были. Если сегодня официальные цифры у меня под рукой, почему я? Я их озвучиваю, 11 тысяч, пусть они докажут сегодня, где эти 11 тысяч. К благоустройству вернемся давайте. Вы выступаете, во-первых, за создание единой муниципально управляющей компании. Если здесь сегодня еще я, как говорится, разбирался с этими 80, ну просто для себя интересовался, изучал все вот эти компании, 11, то есть вернее 80 компаний. Там есть у нас, оказывается, федеральная компания, Уют-Комфорт, встречался с руководителем. Они не в одном городе, это самое, в Москве. В Москве всего две управляющие компании, в том числе и вот эта компания. Так вы взаимодействуете, вы спрашиваете, вы просите, вы требуете, чтобы они сегодня имели свою технику, чтобы они имели дворников, чтобы они имели, так сказать, возможности не ждать, когда кто-то очередь подойдет до этой управляющей компании, допустим, по уборке снега. Вы же это самое, берете деньги с людей, а обеспечивать комфорт вы не можете. Так тоже надо посмотреть сегодня, разобраться. Я не рекламирую эту управляющую компанию и говорю то, что сегодня обозначено в этих 80 управляющих компаниях. Сделайте муниципально, сделайте это самое, встретитесь с руководством этого же Уют-Комфорта. Почему в Москве таких вещей нет? Почему в Татарстане они же работают? Нет таких, так сказать, это самое, такого беспредела, как у нас в городе Кирове. Вот если где-то что-то, чего-то у них не ладится, так вы спросите, не только спросите, но и помогите для принятия оперативного решения. Поставьте задачу, не просто ты сиди там, когда собираешь эти управляющие компании, нарезай задачи и каждого поднимай. Что он делает? Какой район обслуживает? Где какие-то, сказать, моменты у него слабые, а где сильные? Почему нет взаимодействия? Если ты не справляешься, ты иди тогда, у них же есть и правовые отношения, иди тогда в правоохранительные органы, чтобы те спрашивали, возбуждали уголовные дела и наказывали. Тогда не будут, так сказать, эти мошенники и жулики сегодня обманывать народ. А это зависит от кого? От полнительной власти, Мария, дорогая. Поэтому исполнительная власть сегодня у нее рычагов управления море. А когда человек этими рычагами не умеет, так сказать, пользоваться, то есть принимать решения оперативные, на мелочах говорит, да это мелочь вроде, нет в управлении мелочей. Наоборот, проблемы идут от мелочей, как говорят сегодня опытные управленцы. И поэтому, если взять, посмотреть в разрезе страны и почитай, я бы всех вот этих руководителей, которые сегодня в исполнительной власти рекомендовал посмотреть, как управлял страной товарищ Сталин и Молотов. Вот, Сергей Павлович, в этот момент я хочу резко поменять тему, чтобы прочитать еще и вопрос от слушателей. Мне кажется, это важно делать, да, тем более мы всегда рады, когда нам пишут. В прошлый раз, пишет слушатель, я читаю, в прошлый раз, не знаю, правда, в какой прошлый, вы сказали, что у КПРФ в Кирове нет денег на памятник нашему земляку, министру иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову Риббентропу. Почему бы не объявить сбор пожертвований? Так написано, я читаю. Ну, понятно, что-то не написал, мысль, так сказать, потерял. Сбор пожертвований. Да, но это очень хороший вопрос, и мы с вами обсуждали, Мария, на прошлой передаче, тогда, когда вы меня приглашали, этот вопрос. Сегодня стоит задача, он родился в городе Советске, переехал, в общем-то, его семья, и он тогда ребенком переехал на Линск, а потом этот человек, так сказать, стал великим. И когда читаешь хронику, и когда смотришь исторические факты, это действительно... У нас всего одна минута, расскажите, где вы хотите поставить памятник? Да, я понял. В первую очередь на родине. И сейчас наша партийная организация, советская партийная организация, в общем-то, вышла с ходатайством определить место для постановки памятника Вячеславу Михайловичу Молотову-Скрябину. Вот это... Как Гитлер... А пакт Молотова-Риббентропа, это не пакт, это был договор, так сказать, между СССР и Германией. И когда Гитлер, так сказать, уехал, в общем-то, Вячеслав Михайлович, он запретил всем своему окружению даже вспоминать фамилию Молотов. По поводу сбора денег. А он добился... Да, там не было никакого пакта, там был договор о ненападении. И пусть, так сказать, наши слушатели еще раз обратятся к историческим фактам, к историческим моментам. Если бы этого договора не было, ну, неизвестно, чем бы закончилась Великая Отечественная война. А по поводу сбора денег? А по поводу сбора денег, да, мы сейчас как нормативно правовые документы получим, тогда будем, в общем-то, просить людей и обращаться к людям, чтобы нам помогли в этом вопросе, так сказать. И это благое дело, которое должно быть увековечено, в первую очередь, там, где он родился. Сергей Павлинович, программа наша заканчивается. Мы рады не только тому, что нам пишут слушатели, но и тому, что наши спикеры приходят к нам даже в свой день рождения. Спасибо. Поэтому мы поздравляем вас, Сергей Павлинович, с днем рождения. И вот наш слушатель Анатолий Смоловский, надеюсь, я правильно ударяю, делаю ударение фамилии, тоже поздравляет вас с днем рождения, желает любви, здоровья и победы. Спасибо вам. Как пишет он. Спасибо вам за эфир, доброго дня и доброго дня всем слушателям. И вам тоже, всего самого доброго. И спасибо нашим радиослушателям, что они нас слушают и делают выводы. Огромное спасибо, всего самого доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM